Добрый день! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, мне очень нравится мирская жизнь. Достоин ли это христианин и не грех ли это? Надо определиться, что такое мирская жизнь. Мирская жизнь бывает разная. В мире столько всего сегодня. Мы свидетели этому. И мир опускается где-то до глубин греха, до глубин порока, до глубин жестокости, теряя уже подобие человеческого сообщества часто. И тот же самый мир поднимается до вершин благочестия, до сих пор до вершин святости, до сих пор до великих устремлений, великих мечтаний, красоты, чистоты. Если под мирской жизнью подразумевать то, как живет мир без Бога, самовластно, грешно, стихийно, горделиво, очень греховно, то, конечно, об этом говорит нам Писание «Не любите мира, не того, что в мире», говорит апостол Иоанн Богослов. «Все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Да, такой мир нельзя любить. Мир, оставленный нам Богом, освященный Богом, освященный Его присутствием и жизнью святых, мир удивительной природы, мир человеческой доброты, мир человеческого развития, интеллекта, открытий, мир, который пытается создавать что-то для спасения человека, для его здравия, для его пропитания, мир, который создает великие шедевры искусства, мир, в котором один человек заботится о другом бескорыстно, мир щедрости, мир прощения. Вот этот мир, которым, слава Богу, пока живет большее количество людей на земле, вот такой мир мы любим. Мы существуем в нем, живем в нем, развиваем его и являемся его частью. И именно в этом мире, который сегодня страдает от человеческой беспечности, от человеческой небрежности во многом, я говорю и о природе, и о нас с вами, друг о друге, незаботящихся. Вот в этом мире мы собираем свое спасение. Этот мир – это большая мастерская того, как человеку быть, как ему взаимодействовать с Богом, с другим человеком, с самим собой, со вселенной вокруг него. Это школа жизни, и в конце этой жизни, как говорят нам отцы церкви, мы сдаем экзамен на будущую жизнь. И мы очень любим эту школу. Она пока к нам благосклонна, питает нас изобилием вкусной еды, есть солнце, есть море, есть зелень и воздух, и многое-многое другое, из чего состоит тот мир, который хоть и проклят был Богом в свое время, но имеет его благословение и великой милостью Божией существует так, как он существует, давая нам вся, я же, к спасению прошения, как говорит песнопение православной церкви. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!